17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Это самое распространенное хроническое неинфекционное заболевание. Им страдает, по данным врачей, около 40% населения России. Чем опасна гипертония и как с ней бороться, выясняла Мария Лапчева. У меня дыхания не хватало, все в груди сжалось, легла, полегче. Потом, похожу-похожу, опять такое же состояние. Идти к врачу, а вдруг это ерунда, думаю. Оказалось, стенокардия вкупе с аритмией. Вот уже 10 дней Наталья Лучкова находится на стационарном лечении. Здесь женщине оказывают необходимую помощь. Давление контролируется с помощью специального прибора. Аппарат сам был создан для того, чтобы можно было в течение суток измерять уровень давления у пациента. Как в какой момент дня оно больше, в какой момент оно ниже. Есть ли у него ночные подъемы давления или дневные. Самому дома без помощи врачей такие замеры произвести практически невозможно. А между тем, артериальная гипертония – очень коварное заболевание. Оно имеет своеобразный накопительный эффект. И если упустить момент и вовремя не обратиться к врачу, последствия могут быть самыми плачевными. Поступила пациентка с нарушенным ритмом сердца, которое медикаментозное лечение эффекта не давало. Мы восстановили ритм электрическим способом под коротковременным наркозом. Именно артериальная гипертония обуславливает рост числа больных с острым инфарктом миокарда и острым нарушением мозгового кровообращения. По данным нашего отделения, острый инфаркт миокарда сопровождался артериальной гипертонией у 75% больных. Мораль всей басни такова. Лучшее лечение – это профилактика, своевременное диагностирование и контроль. Людям до 40 лет врачи советуют вести здоровый образ жизни, высыпаться, поменьше нервничать и заниматься спортом. Людям после 40 необходимо регулярно проходить обследование. При выявлении признаков артериальной гипертонии ни в коем случае не назначайте себе лечение самостоятельно, а как можно раньше обратитесь к врачу. Мария Лапощева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.